По Гераклу такая история, значит, он совершил подвиги, он совершил несколько подвигов, то есть, по-моему, то есть, как я помню, это было 7 подвигов, ему зачли. А 8 подвиг, это была чистка авгевых конюшен, он за это бабки получил, то есть, я не знаю, как, ну, или бабки, или там, что-то получил, и обычно по законам Олимпа, все то, за что ты деньги получаешь, не считается подвигом. Поэтому Гераклу сказали, Геракл не 8, а 7, там Льва он убил, там еще что-то сделал, еще что-то сделал, ну, это, но он это бесплатно сделал. Вот, и я, когда анализировал свою жизнь, то смеялся о том, что, дурное сравнение, но я смеялся, что есть некоторые вещи, которые я сделал, и они важны. И они нужны людям, но за это я ни копейку не получил. И одна из таких вещей, например, Вадим Панюта издал своим текстом, там, грузинскую кухню. И он издал, причем, в год войны Грузии и России. Опять пошел, да? С моим текстом, да. С моим текстом его фотографиями. Это ему, нельзя эту заслугу отнимать, но он очень много сделал. Он, как он мне объяснил, 20 тысяч фотографий, но те там тысячи, которые попали в эту книгу, они вот такие. То есть, Панюта это умеет. Хорошая книга была. И там был мой текст, который я сам сочинил, сам написал, сам ему дал. И он немножко его там, ну, переначал и все. Но не переначал даже, целые кусочки там. Вот, это одна вещь. И эта одна вещь, она была очень важна в то время, потому что, в принципе, тогда в России был психоз против Грузии. И вдруг выходит книга, там, про грузинскую кухню, да? А жрать в России любят. Это все знают. И вот, Вадим Панюта осмелился, и у него хватило этого, и издал, и спасибо ему за это. Вот. И когда я эту книгу увидел, я это увидел два года после того, как он ее издал, и мне оставалось или сказать ему, Вадим, давай гадить деньги, или спасибо, Вадим, что ты такое сделал. И я выбрал второе. Я сказал ему, спасибо, Вадим, ты делал хорошую работу, ты делал хорошее дело, и это зачтется. Так на этом и осталось. Это я о себе записал геракловские. Вот. Потом еще две вещи я записал о себе в подвиге. Одна вещь была, я прочитал как-то книгу, это было в 99-м году или 2000-м, не помню. Прочитал книгу. Был такой человек, лауреат Нобелевской премии. Его звали Мильтон Фридман. Великий человек, великий экономист, и он был одним из самых великих экономистов 20-го века. И у него основной труд, где он все это собрал, свою мысль и все, это называется «Капитализм и свобода», «Capitalism and freedom». Называется книга. Это 200 страниц. И я прочитал эту книгу в 99-м и 2000-м, и у меня возникло такое желание. Почему эти грузины об этом не знают? Потому что там написано до хрена чего умного. И какие-то вещи, которые показываются очень спокойно и просто и понятно. Потом я запросил переводчицу в Грузии. Я говорю, вот переведете или все? Она мне перевела там первые 10 страниц. Я посмотрел, ничего не умеет. И я засел, и за 3-4 месяца я перевел эту книгу с английского на грузинский. Причем я позвонил туда, Chicago Press купил за 400 долларов права на издание на грузинском языке. Связался с Мильтоном Фридманом, переписывался с ним за все это время, критиковал его. Я ему сказал, что у него вот здесь-то, здесь-то, здесь-то через что-то не так сказано, и все это. Он мне отвечал, что это не так. То есть мы дискутировали. У меня вся эта переписка хранится. То есть она у меня есть, то есть я могу в любое время показать и все. И потом, значит, через моего издателя в Тбилиси я издал эту книгу. И она пошла на Бистов. Такие продажи были хорошие. Вот. И я послал, в Chicago Press послал и Мильтону Фридману, который мне написал, что большое спасибо, я не знал, что грузинский так вот выглядит, да, текст. Он был очень большонный и удивленный. Он умер в 2005 или 2006 году. Ну, ему было уже 100 лет. Надо было умирать. Он умер. Но у меня хорошее воспоминание осталось. Вот. Такую штуку я делал. 40 экземпляров нужно было послать, значит, в библиотеку Конгресса. Ему я послал 10 экземпляров. И в Chicago Press послал еще 20. То есть это полагается так приписано. Это был второй поступок, да. А третий поступок где-то в 2007 году моя издательница, которая раньше вот моей всей книги и статьи печатала, она ко мне подступила. Она говорит, ой, у нас вот сейчас будет год Руставели, там, Витя Стегровой Шкури, там, все, там, не знаю, 800, 900, ну, сколько, не важно. Ну, юбилейный какой-то. И не хочешь ли ты взяться, чтобы написать про это? Спасибо. Спасибо. Вот. И это. А там ситуация такая. Там ситуация достаточно сложная. Почему? Потому что это провидение, оно написано 800 лет назад. Ни один нормальный человек его сегодня не прочтет. То есть это надо и читать, и мучиться там. И у меня возникла мысль, а почему не сделать, не рассказать это все дело современным языком, для современных людей, для молодежи, чтобы они знали, о чем там вообще речь. Потому что никто ни хрена не знает. Знают только вот специалисты, да, вот те веды, которые ведут там что-то, ни хрена не ведут, они ничего не знают. Есть 100 тысяч там этих литературных, вот там чтение, Руставели по этому, чтение по этому, там восточные эти, южные эти, северные эти. Кому это нужно? Нужно, чтобы, если человек современный прочтет все это, да, он должен понимать, о чем речь, да, и ему должно нравиться. А роман обалденный совершенно. Вот, я засел за него, полгода сидел, переписал все. То есть, ну, что значит, переписал, я написал практически новое произведение на основе вот Руставели. И они опубликовали, нашли художника, причем очень хорошего, обалденного художника, который это все как раз вот в таком духе, это, который я думал. Вот, и книга вышла, не соврать, там, три года назад, может быть, Элиси, вот такая бандура, большая. И это, браво, бис и спасибо, и только это, и завоевала все там призы, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А Дене Гнема, вот, я говорю, третий подвиг. Вот, сейчас думаю, вот, что четвертый. На русском языке я почти сейчас уже не пишу. Я пишу в основном на немецком. Сейчас. Или на английском. Шляп водить? Одеваю хлеб. Писатель. Читатель. У меня страница четыре языка. То есть, есть русскоязычный, но я решил не свою страницу русскоязычную делать, а в Машкову повесить. И все мои русскоязычные вещи, они в Машкову висят. Вообще удивительно, что так вот. Я знал, что это происходит. Но, зря ничего не происходит, ты знаешь. Спасибо. Спасибо.